сегодня у нас весна я к сожалению не так часто как раньше могу бывать в лесу на рыбалке за свои новые службы но стараюсь регулярно хотя бы раз в неделю выходить в лес гулять собакой и хоть что-то но снимать для вас и сегодня у нас очень любопытный раскабанинг или как там правильно делать раскабанинг и вскрывать посылочку я буду не случайно вот этим опинелем прикол этого опинеля в том что это любимый многими девятка но с шайбами из бронзы и со сталью которая режет только своим названием ну так все думают м 390 как вы понимаете это кастом если так можно выразиться клинок поставленный на обычную пенелевскую рукоять клинок выполнен безупречно полностью повторена геометрия финиш в общем сделано лучше чем у самих французов но при этом здесь крутейший термички м390 и без того супер режущая пинель стал ну просто за гранью за гранью топовости среди резательных ножей ну что скрываем все что остается от раскабанинга от выживания от бушкрафта от любых наших забав обязательно должно быть сложено в карман или в рюкзак ничего в лесу нельзя оставлять здесь два пакетика откроем меньший и многие из вас сразу догадаются о чем речь ну что я думаю большинство уже узнали от чего это клинок открываем вторую часть посылки вы только полюбуйтесь это старая добрая эндуро но супер клинком вы только полюбуйтесь на эту красоту клинок практически идеально повторяет форму оригинального за исключением теперь наличие дульки для комфортной заточки и такого эстетического момента как линия рекаса приходится на центр отверстия сталь рвл 34 и по мнению очень многих таких уже опытных нажиманов это одна из лучших стали для бытового использования термичка с криообработкой сведения 0203 миллиметра то есть и без того супер резучая эндуро станет уже ну станет уже опинелем финиш blackwash клеймо серебро попробуйте так по видео оценить насколько круто это выглядит насколько вообще возможно по видео такое оценить blackwash потрясающе такой меленький матовый я не знаю почему на момент выбора рукояти я выбрал именно зеленый но вот сейчас все вместе с темным клинком мне очень нравится ну вот действительно сочетание балдежная лесной нож для ножевых анонистов клинок стоит по центру ход ходу клинка очень плавненький ну и конечно этот щелчок такой олдскульный щелчок локбека в очередной раз хочу сказать пару слов про эндуро по моему мнению лавры резака не заслуженно отданы миле потому что эндуро намного более крутой резак просто исходя из геометрии и еще второй тезис про эндуро что я всегда повторяю главный ее прикол это именно рукоять из фрн мало того что она такая легкая лаконичная так еще эти чешуи потрясающе функциональны когда вы держите нож то чешуи направлены так что тормозят палец когда же вы нож достаете из кармана то чешуи наоборот направлены так что вам хорошо и удобно можно зацепиться за нож и вытащить еще раз вместе со мной зацените этот блоквош конечно блоквош это вся фишка этого ножа как я говорил сведение 0203 миллиметра но клинок не заточен влад не точит свои клинки по определенной причине я не сейчас говорить здесь не буду но я точно знаю что евгения лукьяненко которому этот нож отправиться на заточку порадует тот факт что клинок полностью не заточен он любит когда найфмейкеры не портят своей заточкой хорошие клинки вроде бы та же самая эндуро но конечно ощущение уже совершенно другое это уже не та такая бездушная серийка хоть и очень качественная хоть и очень классная это уже намного более такой теплый душевный нож прям жду не дождусь когда мне его заточит я смогу начать его пользовать и опинель и эту крутую эндуро мне делал мой дорогой друг влад честь чернигова влада знают очень хорошо в наших узких ножевых кругах особенно украинских он занял нишу свою и стал в ней абсолютом стал в ней лучше по производству клинков на абсолютно любые складни беспрецедентного качества клинков но если бы вы знали те условия определенные в которых влад смог реализоваться то вас бы это очень сильно потрясло я давно вынашиваю идею снять про влада полноценный ролик и хочу как можно большему числу людей рассказать о нем не про то что он крутейший мастер а про то как человек с определенными ограничениями смог не разныться как это делаю я например как это делают многие здоровые сильные мужики и реализоваться в своем любимом деле влад ты мой мотиватор это правда всегда когда я поддаюсь слезливым настроением всегда когда я вдруг начинаю быть зол на этот мир на свою жизнь по каким-то причинам я вспоминаю что ты смог преодолеть те условия в которых ты продолжаешь жить влад спасибо тебе большое но не только за нож а за то что своим примером ты мне показал насколько можно быть сильным внутри спасибо ты крутой увидимся святослав привет мы с владом че едем на таком прикольном баги